всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас у себя на канале в новом видео с тестом и обзором китайского ноутбука от компании blackview blackview acebook 8 сегодня мы с вами его распакуем посмотрим визуально посмотрим внешне сделаем такой небольшой обзор и конечно же протестируем посмотрим на что он способен присаживайтесь поудобней заваривайте чаек кофеек я надеюсь будет интересно перед тем как будем его распаковывать небольшое предисловие перед тем как сесть за этот обзор я этим ноутбуком пользовался около двух месяцев и все что я скажу в сегодняшнем обзоре все будет максимально честным мнением все это будет максимально честным обзором потому что я им действительно пользовался они так как бывает знаете людям на обзоры присылают они полчаса его потыкают видос снимут и потом на авито правда в продажу или подарит кому-нибудь давайте смотреть в чем у нас поставляется вот такая максимально бюджетная упаковка просто обычная картонная коробка внутри нас будет встречать не менее бюджетное исполнение вот картонная коробка который находится зарядное устройство 12 вольт 3 ампера 36 ватт стандартная вилка и еще в коробке вот такой вот скудненькая руководство по эксплуатации ну и друзья сам аппарат ультрабук blackview acebook 8 почему ультрабук потому что он супер тонкий его толщина 2 сантиметра и вес всего полтора килограмма вот такая вот крохотулечка перед тем как будем говорить о его технических характеристиках перед тем как будем делать его тесты разбирать его смотреть что у него внутри хотелось бы ну естественно пробежаться по его внешнему виду производители заявляет что корпус нас полностью выполнен из алюминия а по на макбук тест практически проходит умеет вот так делать если кому-то это будет интересно может быть для кого-то это очень важная фича внешний вид у ноутбука вполне себе приличный все достаточно строго ничего вычурного нет просто такой стандартный до рабочий офисный ноут полноразмерная клавиатура с цифровым блоком огромный большущий тачпад и даже есть сканер отпечатка пальцев вот вот этот квадратик который у нас здесь врезан в тачпад это сканер отпечатка пальцев что ну на самом деле прикольно в такой ценовой категории дисплей 15 6 дюйма full hd 60 герц матрица и ps покрытие дисплея матовая ну и пробежимся по разъемам интерфейсом слева у нас порт для зарядки type-c hdmi и usb 30 через type-c к сожалению этот девайс и не заряжается у меня есть разные зарядки быстрые зарядки от того же самого телефона samsung быстрая зарядка также от ноутбука asus у меня есть тайпсишная быстрая зарядка к сожалению заряжается этот ноут только от своего проприетарного зарядного устройства было бы неплохо если бы ребята из black you добавили сюда и возможно зарядки тайп си но увы они этого не сделали также здесь у нас расположен один из двух стерео динамиков по правой стороне у нас гнездо для наушников джек три с половиной и избитри 0 и избит 2 0 и кард ридер под флешку микро юсб и также второй стерео динамик по задней стороне ноутбука разъемов никаких нет здесь у нас механизм петли я так понимаю это было сделано чтобы добиться минимальной толщины ноутбука вот знаете почему не люблю брать на обзоры какую-то новую технику даже по сути нечего рассказать обычный классический ноутбук давайте его включать поговорим немножечко о железе о процессоре на котором он базируется здесь у нас intel n97 4 ядерный процессор 12 поколения это процессор начального уровня который пришел на смену селероном 10 поколения кто помнит были всякие ультрабуки были ноутбуки для рабочих нужд для офисных задач они все шли на селерона сейчас вот эти вот селероны заменили процессора intel n100 и intel n97 такой самый базовый начальный уровень 4 ядра 12 поколение максимальная частота в turbo boost и 3 и 6 гигагерца оперативной памяти у нас 16 гигабайт ddr 4 2666 мегагерц но работает в одноканальном режиме и здесь вопросы не к китайцам не к ребятам из blackview дело в том что процессор intel n97 это такой можно сказать огрызок и он понимает и умеет работать с памятью только в одноканале то есть даже если бы распаяли два слота оперативки это никак ситуацию бы не улучшило поэтому вот такая вот история что давайте попробуем залогиниться по моему отпечатку пальца вот смотрите он пишет мне чтобы войти отсканируйте свой отпечаток пальца давайте попробуем бывает сразу говорю я им пользуюсь уже достаточно давно и долго бывает не с первого раза у меня вот обычно со второго с третьего раза он видит палец правильно его еще правильно нужно положить это не как там на айфонах до свое время здесь не настолько быстрый отклик он не удалось распознать отпечаток пальца вот со второго раза то есть обычно второй третий раз и он уже корректно отпечаток пальца распознает естественно никакой дискретной видеокарты в этом ноутбуке не предусмотрено здесь у нас встроенная графика hd 24 и у графика ну отвратительная вы в дальнейшем все увидите я уже определенные тесты игрушек под записал чтобы вам было понятно на что его интегрированная графика способна спойлер практически ни на что уровень какой-нибудь gt 9600 на 512 мегабайт из условного там 2008 2009 года единственный плюс графики которая в этом процессоре встроена она может она умеет в аппаратное кодирование декодирование она понимает все вот эти современные кодеки которые используются на том же самом ютюбе на других каких-то потоковых сервисах она очень сильно помогает разгрузить процессор и благодаря этой встроенной графики благодаря ее современным кодекам и современным драйверам можно на этом ноутбуке смотреть даже 4к и 8к видео и выводить их через hdmi например на какой-то источник то есть вот только для этого здесь нужно это встроенная графика и ssd у нас м2 здесь стоит на 512 гигабайт вот и все ребят то есть вот все я вам рассказал буквально за три минуты абсолютно все характеристики этого ноутбука ну можно еще вспомнить про то что у нас здесь есть двухдиапазонный вай-фай соответственно два сплэйн g5g и bluetooth 50 и что действительно меня еще в этом ноутбуке порадовало это то что здесь уже предустановлена лицензионная версия windows 11 домашняя которая активируется при первом запуске устройства все вот вы можете видеть операционная система у нас активирована все все функции операционной системы работают то есть не нужно заморачиваться с ключами не надо никакие кмс оставить прочее вот пожалуйста винда активирована уже завода и перед тем как будем приступать непосредственно к тестам смотреть на что он способен хотелось бы вам рассказать как я его использовал вот эти два месяца что я на нем делал и для чего он мне пригождался в первую очередь я на нем отсматривал материал который я отснял здесь очень удобно что есть микро юсб кардридер до встроенный я брал флешку свои экшн камеры sony is 300 вставлял и смотрел какие там ракурсы подобрал как у меня со звуком нет ли проблем и тому подобное то есть она страиваешь камеру все это можно смотреть можно скопировать весь отснятый материал можно сразу с ним ознакомиться это вот самое основное зачем его собой таскал также естественно как условно и такая записная книжка здесь всякие заметки у меня здесь у меня telegram здесь у меня база данных там по моему интернет-магазину заказы кто мерч покупает кто всякие диски прочее также я на нем он у меня подключен по вай-фай к принтеру здесь на студии к принтеру на моей даче у меня два вайфай принтера то есть я на нем печатал бумаги смотрел таблицы смотрел заказы в магазине все это проверял то же самое онлайн-банки ну и тому подобное то есть такая несложная работа это чисто интернет соцсети вконтакте youtube тот же самый telegram вот самые какие-то базовые задачи здесь у меня установлен прокси здесь меня литовский айпи и вот этот ноутбук я с него тоже очень много видосов на murk power загрузил то есть я его еще использовал как загрузчик видео на тот же самый youtube рутуб и дзен я сейчас к сожалению мне приходится на все соцсети видосы грузить в наше то время неспокойно и вот ну в основном он выполнял такие самые базовые и простые задачи с этим он справляется на ура что мне тоже нравится в нем это его легкость это то что он практически ничего не весит полтора килограмма он очень тонкий я его возил почему я его поцарапал я увозил просто в кармане двери крузака то есть да он без приколов влезает в дверной карман в toyota land cruiser то есть просто кладешь его и как мобильный телефон как планшет он там у меня валялся за время его использования вот в этих офис на рабочих задачах я естественно никакого дискомфорта и никаких проблем не ощутил ладно друзья заболтался давайте переходить к его тестированию посмотрим на что он способен расскажу вам что да как и после этого будем его разбирать и смотреть что внутри и теста хотелось бы начать с обсуждения его живучести сколько он работает от аккумулятора при каких-то бытовых задачах тот же самый просмотр видео на ютюбе просмотр какого-то кинца и там подобное то есть онлайн потоковое видео с подсветкой на 70 процентов в среднем у меня он держал два с половиной часа результата лучше чем два часа 30 минут у меня не удалось достичь это при активном вайфай и это при активном воспроизведении видео если же говорить про режим простоя ну скажем так то есть попользовались ноутбуком 10-15 минут потом он 15-20 минут у вас постоял вы к нему не подходили но он был включенным тогда его батарейки хватает на три с половиной четыре часа это по большей части когда отключен вайфай и идет работа например с какой-нибудь таблицей с документами с вордовскими файлами и тому подобное ну либо печать на принтере или что-то такое при очень активном использовании это я подразумеваю какие-то простейшие игры которые на нем запускаются и работают и с яркостью экранов сто процентов батареи этого устройства хватает на час тридцать пять час сорок минут эти показатели максимально реальны у ноутбука уже порядка 30-40 циклов зарядки разрядки из коробки он конечно работал получше то есть когда я вот только включил батарея держала чуточку дольше но все что я озвучил ранее это уже результаты такого ну можно сказать раскачанного аккумулятора далее давайте посмотрим на cpu z intel n97 alder lake 10 нанометров 4 ядра 4 потока кэш 3 уровня 6 мегабайт оперативной памяти 16 гигабайт работает в одноканальном режиме и в тесте бенчмарке cpu z в однопотоке мы получаем 375 попугаев а в многопотоке 1249 вот вам скриншот стройки gpu z данные здесь не особо информативные и также не указан объем видеопамяти к сожалению в биосе он тоже никак не настраивается то есть нельзя выделить под видео память допустим гигабайт или 2 по умолчанию у нас на видеопамять выделены жалкие 256 мегабайт тест кэша и памяти аиды 64 18 6 гигабайт на чтение 18 6 на запись копирование 17 6 задержка 62 наносекунды также замеряем скорость m2 ssd 547 мегабайт на чтение и 486 на запись немного но для данного класса устройств этого более чем достаточно для адекватной работы windows для шустрой работы windows и конечно же для быстрого запуска ноутбука но и посмотрим на немаловажный параметр это температуры за 10 минут стресс-теста процессор не прогрелся выше 79 градусов вентилятор при этом работал достаточно тихо его было практически не слышно соответственно по температурам никаких вопросов к этому ноутбуку нет не перегревается и не троттлет далее переходим к более приземленным тестом сейчас на ютюбе запущен 4k видос потоковый процессор при воспроизведении потокового 4k видео загружается в среднем на 35-45 процентов и естественно никаких фризов лагов и тому подобного у нас нет 4k видео потоковый этот ноутбук переваривает без каких-либо проблем ну и проблем с серфингом в интернете тоже никаких нет ноутбук работает быстро тот же самый youtube открывается моментально видосы прогружаются тоже моментально задержка какая-либо отсутствует вконтакте тоже работает без каких-либо проблем и видосы и посты и ленту полистать можно без лага фризов и тому подобного ну и самый жесткий бенчмарк это разумеется яндекс дзен здесь все конечно не так быстро как на ютюбе но тоже проблем с пролистыванием ленты с открытием видео никаких нет все работает достаточно плавно ну и теперь давайте прогоним немножечко игр начать я решил конечно же с gta 5 игра уже очень старая ей 9 лет и в принципе на каких только ведрах она у нас не шла начиная там от 775 сокета до заканчивая какими-то совсем уж унылыми бомжи сборками на феномах и здесь у нас ребята все печально сейчас стоят самые 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 минимальные настройки графики режим рендеринга выбран direct x10 чтобы снизить нагрузку на вот эту встроенную видеокарту на 11 директе здесь у нас вообще даже 20 кадров не было поэтому его пришлось выключить и на 10 дирек перейти и fps даже местами да видите где-то вполне играбельно то есть 30 35 кадров пусть и в самой начальной сцене но проседы лаги вот эти фризы они конечно же все портят и как вы видите из мониторинга естественно у нас весь упор в достаточно унылую графику встроенную в дальнейшем мы сейчас будем смотреть на следующие игры да на более простые скажем так и более старые даже в них графика будет практически всегда загружена на 99 процентов но то что gta 5 вообще хоть как-то запустилась я конечно был удивлен это разумеется приятно но естественно с таким fps таким количеством кадров играть gta 5 на таком ультрабуки не получится следующая игрушка на тестировании уже бессмертная классика stalker тень чернобыля настройки графики максимальное разрешение экрана full hd статичное освещение и тут у нас всегда отличный fps всегда 60 кадров лог кадров к сожалению включается автоматически я уже рассказывал вам про эту историю на windows 11 сколько я не тестил stalker у меня не выключается вертикальная синхронизация в меню она отключена в настройках видео адаптера она тоже отключена но в самой игре присутствует вертикалка которая не отключается и если бы не вертикалка то у нас тоже здесь gpu было бы загружено на сотню ну и кадров там 100 120 здесь в любом случае всегда стабильные были бы они в общем stalker тень чернобыля на этом ультрабуки можно поиграть без каких-либо проблем следующая игрушка на тестировании need for speed underground 2 и эта игра максимально показательно здесь у нас максимальные настройки графики включены все отражения вы видите какая красивая графика на экране и посмотрите что у нас происходит загрузкой гпу игра напоминаю 2004 года посмотрите наша встроенная графика загружена на 99 процентов поэтому для меня и было удивлением то что gta 5 вообще хоть как-то запустилась если эту встроенную графику нагибает тот же самый need for speed underground 2 игра которой напомню 20 лет да конечно же все вот эти отражения все блики и прочее можно отключить кадры здесь будут стабильные максимально стабильные это 60 80 но тогда игра смотрится абсолютно паршиво и неинтересно если уж играть into speed underground 2 то только вот на таких настройках графики на максимальных и на максимал очках у нас эта игра здесь выдает порядка 35 45 кадров не скажу что играть как-то некомфортно но небольшой мутлаг и естественно задержка управления определенное присутствует потому что fps ниже 60 но я эту игру вам показываю больше для того чтобы показать насколько немощно вот эта встройка и последняя игрушка на тестировании это half-life 2 на максимальных настройках графики мультисэмплинг 4x разрешение экрана разумеется full hd и в халфе 2 уже все куда интереснее это где-то 100 120 кадров ну при взрывах при какой-то супер активности иногда проседает до 60 до 80 fps в общем теперь я надеюсь вам более-менее понятные в кавычках геймерские возможности этого ноутбука и вы понимаете на что он способен поиграть на нем в игры какие-то свежие ну вряд ли получится если только в индюшатину какую-то 2d шную об играх на нем можно заикаться разве что где-то до там 2008 года ни о каком даже мне кажется skyrim и здесь уже речи не может идти максимум что этот ноутбук на более-менее сносных настройках графики потянет это тот же самый oblivion так что этот ноутбук представляет из себя совершенно не игровое решение ну и друзья давайте посмотрим что же у нас внутри этого аппарата вот такая вот у нас небольшая крошечная материнская плата система охлаждения выполнена на одной медной тепловой трубки вентилятор и соответственно вот на заднюю стенку отвод тепла то есть забирается тепло здесь через вот эту огромную сетку и отдается назад ssd накопитель color fire на 512 гигабайт разумеется м2 и одна планка оперативной памяти на 16 гигабайт 2666 от компании colorful что касается апгрейда данной техники этого ноутбука здесь апгрейдить по сути ничего здесь можно поставить ssd большего объема единственное что на 1 терабайт допустим и все на этом какие какой-либо потенциал апгрейда этого девайса заканчивается ничего сюда не поставишь оперативку к что же можно допустим обновить да но лишено смысла в общем это соответственно ну девайс назовем так одноразовый максимум что сможете здесь увеличить это объем хранилища ну а что касается его обслуживания допустим спустя годы вам нужно будет залезть сюда поменять термопасту проблем никаких нет пять болтиков открутили буквально 30 секунд занимает снятие от этой задней крышки и все и вот она система охлаждения в доступе что ж друзья на этом все уж простите задушноватое видео но обозревать как-то супер интересно новую технику китайскую новую технику у меня не получается ничего супер крутого или интересного здесь не покажешь ну а если вас заинтересовал этот ноутбук сейчас на него есть скидочка на алиэкспресс ссылку я оставлю в описании и вы можете его приобрести в данный момент за 33 тысячи рублей вдруг кто-то себе сейчас подыскивает ноутбук для учебы для работы для каких-то базовых бытовых задач я пользовался им два месяца и каких-то проблем с ним не выявил самый простой бытовой помощник и рабочая лошадка это вот как можно охарактеризовать этот ноут в двух словах вам же огромное спасибо за то что посмотрели это видео и по поводу канала мадимурка я думаю все заметили что здесь не выходят совершенно никакие видосы и думаю ближайшее время никаких изменений в этом плане не будет мне абсолютно за семь с половиной лет надоели компьютеры какие только компьютеры я не собирал не распаковывал не ремонтировал и тому подобное честно говорю как есть надоело поэтому вести этот канал я особо не стараюсь и не планирую если кому-то интересно из вас мое творчество то все новые видео выходят на моем втором канале murk power да они по большей части связаны с автомобилями с дачей с повседневными житейскими влогами но все равно вдруг кто-то меня потерял и хочет смотреть от меня ну скажем так любой контент тогда добро пожаловать я оставлю ссылку в описании на мой второй канал murk power видосы которые есть они все выходят сейчас исключительно там что друзья еще раз огромнейшее спасибо что посмотрели чтобы поддержать меня переходите по ссылке в описании также пишите хвалебные комментарии в честь компании blackview пишите как вам нравится бренд blackview и как вы всем рекомендуете его всем своим друзьям родственникам и тому подобное давайте друзья рад был вас всех видеть всем всего самого хорошего на канал murk power подписывайтесь увидимся